От Барнаула до Республики Алтай. Всего 5 регионов встретились на традиционной эстафете поколений. Ее отличительная черта от любых других соревнований. Участники их возраст от 10 до 70 лет. Гонка традиционно включает в себя несколько этапов с огневыми рубежами. Эстафета передается от молодых к более старшим участникам. В 12 командах на старты вышли известные в прошлом и сильнейшие на сегодня бетлонисты Алтайского края. Я думаю, что стрелковая подготовка нужна. Потому что дистанция очень короткая, а стрелять надо точно. Уникальность этого мероприятия в том, что оно имеет значение не только как спортивное мероприятие, но и более социальное, потому что это объединение поколений. Когда поколения вместе все, то наша страна непобедима. Победа, конечно же, в таком случае была далеко не главной для подавляющего большинства биатлонистов. Эти старты – возможность поделиться спортивными традициями с подрастающим поколением, проверить себя или же просто приобщиться к такой красивой истории преемственности. Каждый старт на вес золота, потому что именно с тем, чтобы быть в форме, надо больше выступать, соревноваться и отсюда как бы результат. Но я думаю, что даже если судить по сборной края, ребята все в порядке. В порядке была и конкуренция на эстафете поколений. Сборная Алтайского края с отрывом в 40 секунд забрала золотые медали. Бийская команда осталась серебром, а третье место заняли ребята из училища Олимпийского резерва. Традиционный турнир прошел при поддержке Барнаульского пивоваренного завода. Дмитрий Дроздов, Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком.